всем привет с вами я владимир белов ой замечательная погода такое предисловие у меня сегодня я наверно почти каждое видео начиная там просматривать со слов какая у нас замечательная погода на самом деле погода с понедельника кажется с понедельника наступила хорошая теплая погода летняя настоящая летняя погода у нас я скажу что я живу в омской области у нас 55 регион автомобильный и омская область стоит в середине российской федерации то есть мы как бы в середине россии вот это во первых во вторых то прошлой неделе вся была дождливая и позапрошлой неделе тоже было очень много дождей трава в огороде поднялась очень ковром сплошным и вот эти три дня понедельник вторник и среда сегодня среда когда выпущу это видео не знаю может быть сегодня нет сегодня не получится завтра скорее попробую всего загрузить три дня понедельник вторник среда мы пропадали на картошке но пропадали на картошке не целый день к сожалению или может быть не к сожалению я не знаю а вот до обеда в понедельник я ездил показывать кино во вторник во вторник что я ездила во вторник я ездил за топливом закупал горючий смазанный материал для техники и сегодня снова депутатские дела до обеда ну не до обеда до 11 часов я проездил так вот так что вот так вот три дня у меня подъем 6 часов утра дома какие-то дела сделал туда к 8 на работу и там какие-то дела трактор трактор стоит не заводил а куда заводить потому что надо было тяпать траву после обеда после обеда мы тяпали протяпали траву наконец-то вот эти дни так вот что еще хочу сказать так что чтобы не скучно было вам смотреть мою физиономию и трактор я сейчас ставлю видео видео было и заехал сегодня к одному своему старому знакомому другу приятелю он живет в соседнем селе бергамак александр зовут его александр фамилия грязнов у него есть трактор т25 старого образца владимирец и трактором тази 50 вот у меня на тракторе стоит мотором тази 80 у него на тракторе стоит мотором тази 50 так вот покупал он его тоже стали валить колхозы в соседнем там селе за 27 там тысяч или миллионов ли как вот ну тоже был трактор в разобранном состоянии он его собрал скомплектовал и вот в том году он приобрел навесной погрузчик то есть он называется он там как-то по-другому г но одним словом это не меняет своей актуальности точно такой же стрела ну естественно новый покрашенный очень хорошей красивой краской вот и я у него посмотрел растяжки растяжки которая идет от чулка заднего моста до стойки с этой стороны и с той стороны посмотрел как у меня кун я покупал бывшее употребление и кое-что пришлось тут до переделывать доделывать до укомплектовывать вот и вот этих растяжек вот от чулка до стойки не было но вот я сегодня посмотрел и потом себе сделаю возможно сделаю также как у него сделаны или там кое-что придется модернизировать вот поговорили про трактора про его про свой там высказали кое-какие мнения в нашем диалоге возможно невозможно будет присутствовать там нецензурные слова такие так что друзья мои прошу не обращайте внимание жесткого это такая наша наш такой разговор слэнг тракторный ну вот так вот заехал к александру посмотрел эти растяжки посмотрел его трактор но он вроде как трактор давай показывать как чу трактор он кук кун он купил потому что тоже в деревне бергамак большая деревня центральная деревня нашего поселения сельского тоже не хватает народу не не хватает народу работящего скотину все меньше меньше держит и проблематично сейчас найти людей которые бы просто помогали в покос в сенокос работать просто вершить сеном вершить метать и вот он в том году нашел там одного дедушку подговорил и вот с этот дедушка ему мужчина так сказать пожилого возраста помогал метать сам александр залазил на сток растапкал сток вершил сколько мог закидывал потом залазил на сток и дедушка ему там трактором уже подавал вот и вот в этом году ноус металл правда сен он заготавливает поменьше там что-то в районе там однако 6 стогов всего лишь ну а я скотина поменьше я сами знаете там за 20 так вот он заготавливает сен только для себя я заготавливаю и для себя и там и для родителей вот на два двора вот так что разговор у нас был по тракторам там какой какие там полячки у него у меня ну так вот как бы сказать как ни о чем можно сказать ни о чем я не знаю как вам выразить вот и в конце нашего разговора ну весь разговор я стал записывать так вот он длился больше часа наша встреча пришли к такому выводу мнению что вот в соседнем селе он живет если он говорит ну если тебе надо будет там помощь какая-то зови я приеду помогу ну естественно придется и мне там ехать ну я в принципе чего не отказываюсь поможем помогу поработать на технике или просто там выполнить какие-то работы на сенокосе так что вот так вот не имей 100 рублей а имей 100 друзей вот такая пословица наверное актуальна даже в наше время ладно друзья мои не буду вас утомлять своим вот таким большим предисловием смотрите смотрите наш нашу небольшую встречу ладно с вами был я владимир белов да еще хотел вот что кто-то мне в комментариях написал один мой подписчик покажи есть ли у тебя баня да друзья мои у меня есть баня он пишет покажи баню а чё ее показывать ну баня как баня баня чё показывать когда топим когда не топим но вот после того как я сделал ремонт в доме расширил дом у меня в доме стоит вот есть находится теплый туалет и есть душевая кабина так что в любой момент я зашел скинул одежду зашел в душ помылся обмылся смыл всю грязь одел чистую одежду так что вот так вот баню когда топим когда не топим так что так вот всем друзья рекомендую иметь душ и баню даже зимой да и просто она в доме вот душевая кабина там специально пристроечка сделана так сказать санитарная комната где душевая кабина и унитаз стоит подведена также у меня вода в доме это вот так вот как бы не касается всего этого и вот так вот так что всем друзья рекомендую повышать свой комфорт в доме в своем в своих домах те кто живет на земле в частных домах ладно все на этом закругляюсь все смотрите продолжение наше с александром там беседу так что если ты александр смотришь это видео не обижайся что какие то там я выставил вот эту нашу беседу публичными так что ладно всем удачи и пока пока фару от прошлый год покос без пара нынче это он монтировал фарма куда они везде мешаются они вот тут у меня стояли на кронштейне ну а сразу стали мешаться так а это фары у меня стоят здесь а тут нихуя нету надо варить не 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 дырки проделаны и стояли это но одна отпала фара а вторую я снял она сгорела лампочка вот так как стоят не мешаются очень удобно грузить может быть я ночью не увижу а так нормально вот этот так вот так вот сделан тут приварено пластину бедик бедик снял видишь на вывод сделал на телегу а он как раз вот сюда вот нахуй я говорю ладно палочкой буду включать а ну 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 беда вот я посмотрел у меня он трубку удлинитель стоит между шлангами надо ее вот сюда вот вот видишь металлическими шлангами надо ее туда прикрутить у нее с одной стороны гайка а другой под шланг у меня саш вот эти трубки вот одно я смог открутить от старого распределителя а вторую не смог обычно это хорошая трубка гнется вот в этом месте ну и короче а закрутил шланги с уголками здесь но они конечно выпячивают сюда вот так вот ну а куда деваться но шланги это не простые а вот продают как они усилены считаются толстые ну нет но они жесткие очень жесткие как они как они называются я не сталкивался с этим да не укудрена он продается он тоже мне предлагал я вот был это брал вот на этот стартер купил у меня ст-40 стоит на него редукторный ну не ставил это он длиннее а я ему кронштейн самодельный сделал ну а нет да длиннее у нас тоже так же 1320 стоит не 1280 а 1320 а потому что он упирается до конца под родной ремень я тебе кронштейн у меня самодельный ну ну а мне кажется у нас а у нас ст-40 одна кто или с десятки стоит отец поставишь или на образца в него там выемка на подвенник с другой стороны да я не помню сейчас но он поближе стоит конечно у тебя на родном конце да 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 а у меня вот он упираться видишь если подведешь вот это вот вылет то вот швеллер какой-то был вот там надо было там буквально крепится вот эту вот пластинку добавил приварил ну 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 чтоб это даже не хватало так у тебя у нас с аккумулятором что же да удовольствие а так аккумулятор какой стоишь 90 90 на слайд прям заебись а тут я весной он сто тридцать вторым не мог завести может тебя просмела корону нет целая эпопея была начинал володя вообще я крутишь его крутишь этого здрасте закончится вот покупая 25 до 40 дает чё без документов без всего мало этого без документа хочу не сделать и документы а надо заниматься надо судиться да хочу там судиться там без тебя дети покрасили вот пары нарисовали все это накрасили его набодрили ты на нем кости толкаешь шиколок стоит у меня старого взрослого не кости вы что не кости у вас там поди все залито все залито ой нынче воды море много воды а вы чё тяпаете тыкву протяпаю я загребла уже у меня хорошая там можно и на 8 раз это у меня это веришь руки вот вот так по лобке не могу а там она у тебя она на шарнире туда-сюда да там пальцы там башмак тоже но все комплектом я покупал ну 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 я же тебе по моему про это рассказывал да ты рассказывал но я ты будешь брать тяги а он говорит отдельно 5 ровно 5 ну 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 вот сейчас сам начнешь когда делать и скажешь было бы где лучше позже да 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 тяги отдельно 5 ну видел я делаю вот такие растяжки берут как вот сзади на прицепе но но делаю там что-то допустим там комбинированное на 14 прут ее где-нибудь тут или вот тут ее прилепят растяжку ну и это как-то на прицепе ну это начнешь делать я тебе говорю когда сам ну скажешь лучше купить готовый ну да это такая песня это ой уже седой мама сколько лет на 3 года меня моложе это что 42? да а что а я тоже на 36 у меня седина полезла у меня волос маленько другой я доилю коров и полезла и все и сейчас совсем седа на 36 году а видеть не стала очки надела пятьдесят лет окей хорошо а я уже белки не вижу пятьдесят лет я уже очки почту носила а у меня наоборот это для дали очки были надо нужны а сейчас она меняется и я вижу хорошо потому что это наверно наоборот у тебя близорукость была ну как то называется это ты книжку читал в очках нет я вдаль не видел я вдаль вижу я вот так вот вот тут нам отец то ничего мало мало да ничего ну слава богу ничего нового то нет там поди ваших то никого нету да без папки плохо поди никого ваших там нету даже а вот слушай не знаю что же как то ну без это у нас слух тут прошел и когда тетю Валю Гризмова хоронили ну 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 вот такая она чья то она Куневский я не знаю на чья вот она мне сказала что говорит она вроде померла желаю нам Муромцеву дядя его замок стоит стоит тоже ну он это его даже закрываешь и не держит не держит ну у тебя значит меньше работал а этот он это а как он меньше работал мой трактор он в этом замок меньше работал а там я разобрал его мой трактор был у Мишки Степанидина тот который покупали Сергея Павлович покупал себе с пионерского лагеря ну понятно ну этот он бежал везде вот тут я заменил кольцо эту маковику тут вот колечко стоит нет нет это я не трогал его тут у меня ручьем сижу у меня вот такая нахуй лужа масла вот на этой резиновом шифере прям вот ее видать она вот сюда вот наливала всю накапку а сейчас заменил вроде не бежит ну это да и хвостин я хотел ее заглушить да и ну и да и Продолжение следует...